Добрый день, Серёжа! ТВ-клуб «Континент» — это наш подкаст, который уже довольно долгое время существует, и появляются там в том числе и новые лица. Я вам рекомендую как-нибудь зайти и послушать, о чём мы говорим, потому что это хорошая добавка к тому, что мы делаем на народной волне. Итак, ТВ-клуб «Континент», подкаст, и в Ютубе вы легко его найдёте. Ну и кроме того, я хотел бы сказать, что через неделю будет очередная встреча после нашей очередной программы радиоблога, будет встреча с Ларисой Тургель, владелицей магазина медицинского оборудования «Лава». И я думаю, что на прошлой неделе многие из вас слушали эту передачу, и если у вас будут заранее вопросы, то присылайте или к нам в редакцию, или звоните в эфир. То есть, в любом случае, буду рад вас слышать. Ну и Лариса, естественно, тоже, кстати сказать, это один из наших давних хороших спонсоров, так что милости просим. А сегодня в гостях радиоблога блогер из Нью-Джерси, опального такого штата пострадавшего, Михаил Герштейн. С Мишей мы давно не встречались, я имею в виду, в радиоблоге, как мне кажется. И поэтому сейчас самое время услышать от него, что же там происходит. Там, где ближе к городу, который определяет вообще мировую политику. Миш, привет. Это ты считаешь Вашингтон или Нью-Йорк? А, и то, и другое. Кто как подумал, кто как решил, так тому и быть. В Вашингтоне своя песня, Нью-Йорк известно дело, другим славен. В Вашингтоне, к счастью, вирус не так свирепствует, как в Нью-Йорке. В Нью-Йорке и в окрестностях, к сожалению, пока радоваться нечему. Цифры плохие, все знают. И, в общем, в Нью-Йорке вообще катастрофическое положение. Сейчас, по-моему, чуть улучшилось, но, в принципе, было, конечно, очень тяжело. В Нью-Джерси, север Нью-Джерси очень сильно пострадал. И Джерси-Сити, еще Нью-Йорк, Элизабет, они, в общем, пострадали немножко по другой причине частично. Потому что не все соблюдают stay at home, гуляют по улицам и так далее. И поэтому, в общем, есть такие негативные итоги этого шатдауна, не шатдауна. Я понимаю. Ну, мы не будем сегодня у нас немножко, вот я бы хотел чуть-чуть отвлечься от этой темы. Какие-то, в принципе, по крайней мере, ситуация, можно сказать, стабилизировалась. Мы сейчас видели недавно, вот буквально несколько дней назад, данные о том, что провели исследование на антитела. И оказалось, что по этим данным, ну, им, к сожалению, нельзя верить, ну, больше нечем особенно верить. Но по этим данным оказалось, что в Нью-Йорке было заболевших не около 300 тысяч, а раз в 10 больше, порядка 3 миллионов. И про перенесших, то есть тех, у кого есть антитела, в итоге, значит, порядка 3 миллионов. То есть это примерно 13% населения штата. И в пересчете, ну, вот на эту цифру получается, что смертность от этого коронавируса составляет где-то примерно меньше 1-1%. Что, в общем, все равно плохо, но не так ужасно, как вот то, что нам показывают порядка 10%. Ну, 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 паника, понимаешь, какая штука, в связи с этими всевозможными публикациями, и особенно то, что касается статистики, есть ощущение, что этим самым бесконечно подогревается вирус уже другого рода. Вирус, который несет панику, сеет страх и дополнительные эмоции, которые в этом случае, может быть, надо наоборот чем-то гасить. Как ты считаешь? Гасить надо, но то, что происходило и происходит в Нью-Йорке, оно, конечно, очень печально. Поэтому, ну, а с другой стороны, когда Трамп на своих пресс-конференциях пытался на брифингах как-то гасить, как-то обнадеживать людей, и на него кричали, что он тут делает, что он тут какие-то ложные надежды в народу. И, кстати, я хочу напомнить, что вот на одном из брифингов уже, наверное, месяц назад, он сказал, что неплохо было бы открыться к Пасхе, к католической, точнее, к непроволославной, ну, к 13 апреля. Все тогда кричали, что как он может, что он, почему он хочет открыть страну, как он не имеет права и так далее, диктатор. Ну, как обычно, все эти эпитеты, тиран. А потом на той неделе, когда, как раз на Пасхальной неделе, и сразу после, как раз пошли разговоры о том, что пора открываться. Поэтому чего-то, ну, как обычно. Не, ну, Миш, ты же знаешь, если бы он наоборот говорил, что давайте вообще все по домам, и чтобы носу не показывали, и я вообще армию запущу, чтобы вообще никто не мог даже близко высунуться, естественно, тут бы все стали поборниками свободы, передвижения и всего остального. Ну, понятно. Ровно так и было. Когда он говорил что-то немножко в другом направлении, что давайте, именно так вот он и говорил, что давайте, я хочу закрыть все. Ему говорят, как ты можешь закрыть, это губернатор решает. Потом, когда он не закрыл, говорит, что почему не закрыл? Ну, это, на самом деле, это понятно. Тут такая штука, вот, в связи с известными его высказываниями, на самом деле, скажу следующее. Конечно, поменьше бы он в какие-то лес дебри уже специфические, относительно тех или иных методов лечения и так далее. Это, я думаю, лишнее абсолютно, потому что для этого у него есть вполне какие-то специалисты, которые могли бы это озвучивать, и пусть бы шишки уже сыпали, в случае чего, на их головы несчастные. Но он привык, как говорится, быть всегда везде на первом плане, поэтому высказывается. Ну, какое-то недавнее его высказывание привело в такой совершенно дикий восторг его оппонентов. Вот, наверное, это еще, как ты говорил мне, продолжается, да? Ну, продолжается, да, ну, то есть все, они привели, ну, высказывание-то я напомню, что тем, кто вдруг не слышал, это насчет того, что он, дискутируя, по-моему, со своим врачом какие-то методы лечения и так далее, и там потом предположил, что неплохо бы людей там просвечивать ультрафиолетом, и чтобы им внутрь принимать дезинфекцирующие средства, в общем. Ну, я вчера, например, принял вечером дезинфекцирующие средства, и вполне нормально. А насчет ультрафиолетом, ну, как бы, ну, сказал чего-то, но нельзя же при любом другом, у любого другого президента, кроме, разве что, Рейгана, наверное, пресса бы там день там пошумела, повозмущалась, там, поулыбалась и забыла. Ну, уже тут они не могут уже успокоиться, четвертый день. CNN, ну, правда, сейчас говорят, что CNN, когда там CNN, CNN же отказывается сейчас, кстати, отказывался его брифинги показывать, она вместо них показывала этого Джима Акосту, который своими словами пересказывал, вот, им на это ответили, что, в общем, ну, не показывайте, пожалуйста, на самолетах никто не летает, вас же никто уже не смотрит. Вот, поэтому, поскольку CNN в основном такой аэропорт показывает. Ну, 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 их там, у них жуткая ситуация, я, конечно, абсолютно не расстроен тем самым, но они, ни одна их из программ не входит даже в двадцатку. Ну, да, ну, понятно, они это заслужили своим упорным трудом, значит, и когда CNN написал об этом свой очередной, как бы, ну, новостью это не назовешь, Пасквиль, наверное, я не знаю, как это... Ну, бейк-ньюс на это есть определенный уже. Бейк-ньюс, я не знаю, вот, они написали, что вообще Трампу надо прекратить эти... Уже давно все говорят, что надо прекратить брифинги, потому что он в неравном положении находится с Джо Байденом, который, не выпуская, не выступает по телевизору, а Трамп все время выступает. Нет, ну, Джо может из бункера, пожалуйста, они, так как они вольны в своих каких-то действиях, они могут ему дать одновременно с Трампом, причем в ту же минуту, когда Трамп начинает свои брифинги, они могут дать возможность дедушке Джо поговорить тоже, и мы потом сравним аудиторию. Ну, это... Давай вернемся все-таки к этим нашим дезинфектам, дезинфицирующим средствам. Дезинфектам. Все кончено с тем, что в пятницу Трамп... Это он сказал в четверг, в пятницу он минут 20 всего была пресс-конференция, вместо обычного, там, часа, даже больше. Он ушел, выходные не было, на этой неделе пока что отменили, сказали, что она потом начнется позже, но в другом формате. Ну, Миш, кстати говоря, ему что, он же тоже человек, ему же надо было жену поздравить, тем более с датой такой красивой, знаменательной, и мы ее поздравляем, кстати. Ну, это понятно, но, во-первых, во-вторых, все-таки, я думаю, что в том напряжении, в котором он сейчас находится, мало кто мог бы вообще выдержать столько времени, а он еще каждый день по два часа на этих пресс-конференциях. Ну, конечно. И добиться того, что о нем хорошие слова говорит губернатор Нью-Йорка, это, в общем, не мало. Это уже надо распечатать и взять в рамочку. Я понимаю. Он же так и сделал, он же показал там как-то цитаты из Кома во время этой пресс-конференции, на него накинули, что вот, там люди умирают, а ты тут хвастаешься, что тебя хвалят. Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот, опять же, в связи с разным отношением, двойными, тройными и прочими стандартами, что получается? Вот обнаружилась некая дама, тоже уже весьма немолодых лет, но которая, в то время, о котором она решила вспомнить, она была вполне себе симпатичной и цветущей девушкой, на которую, как мы понимаем, положил глаз Джо Байден. И только глаз, судя по-моему, решила. Ну, это я же так, пока мы не сделали такое серьезное расследование серьезного, мы не можем говорить, были там руки, ноги, еще что-то. Значит, положил глаз, и она теперь вспомнила. Ровно в аналогичной ситуации, у нас это, кстати, тематически, мы долго это, так или иначе, эксплуатировали эту тему, когда Сторми Дэниелс со своим другом-адвокатом в Венате бесконечно развивали. Здесь? Ну, ты забыл, как бы, Сторми Дэниелс, знаешь, у нее род деятельности такой, что ей особенно трудно, чтобы она не вспомнила, никого это не удивит. Вот, а все-таки ты забыл о этой девице Форд и Брэдте Каллана, которая... Не, ну, это само собой, ну, я же беру соразмерный, Трамп и Брэдте Каллана. Это как раз Форд и Каллана, как эту деву, я уже забыл, как ее звали, вот, значит, фамилию только запомнили. И тогда CNN посчитали люди независимо, просто взяли, посмотрели, 700, было сюжетов на эту тему. 700. В истории с этой Тарой Рид, по-моему, Тарой Рид, эту девушку зовут, у них, они в течение, наверное, двух недель не показали ни одного сюжета. Тарая Рид, девушка, между прочим, демократка. Вот. И она... Я не думаю, что испытывает какие-то особые чувства, там, к Трампу или к Брэду Каллана, или, там, допустим, к Митчу Макконнеллу. Ну, просто, чтобы кого-нибудь, чтобы добавить список. Вот. И она сказала, что... Я это говорила всегда, я не скрывала, и мне непонятно, почему у нас такие... Она сказала про двойные стандарты. И CNN... Но CNN долго-долго молчала. И тут на подмогу пришел Ларри Кинг. Ну, не то, что пришел Ларри Кинг, а тут Ларри Кинг, который много-много лет... До того, как он вел передачу на Russia Today, он вел много-много лет одну из самых популярных передач. Да, известно. Но о ком некоторым образом чего-то подзабыли, так, откровенно говоря. Потому что он уже лет 10 в эфире не показывается, потому что все-таки на Russia Today он что-то иногда вел. Ну, вот Russia Today, когда он обнаружился там, как-то к нему потеряли интерес, и, я думаю, справедливо. Ну, это его личное дело, где он зарабатывает деньги. То, что он там, сколько там, 8 раз был женат, это тоже его личное дело. Абсолютно. Ну, даже в этом дело показали сюжет. 30 лет назад мама этой Тары позвонила ему на шоу и нашли эту запись, где она всю эту историю романтическую рассказала. И CNN, долго хранившая молчание, наконец-то неожиданно опомнилась и что-то там пробурчало на тему того, что, наверное, ну, наверное, нехорошо. Но женщинам верить сейчас же идет какой? Когда Кавана, когда это Форд и Кавана, все говорили, что женщинам надо верить. А теперь говорят, что женщинам нужно верить, но далеко не сразу. Ну, и вообще, самое главное, что еще, ладно бы эта сторона, но есть движение такое, я бы сказал, вселенского масштаба, называется Мету. И, как ни странно, тоже никакой защиты этой несчастной Тарии не последовало от этого вот мощного движения, да? Хотя, казалось бы, она же... У них карантин, они не могут сейчас. А, только из-за карантина, да? Да, конечно, да. А вот так где-то вылезти в какой-нибудь, я не знаю, твиттер, скайп и инстаграм и сказать слова поддержки, Тара, мы с тобою. Мы тебя не бросим. Нет, это нельзя, нет. Потому что это Байден, это наше светлое будущее, вот поэтому нельзя. Темное прошлое, но светлое будущее. Да, бы нам уж подумать, что было там 25 лет назад. Вот 40 лет назад Акована, это другое дело. А 25 лет назад Байден, это совсем... Это же понятно. И к тому же он же все время, он же их там все время нюхает, трогает. Ты знаешь, черт бы с ним. На самом деле мы могли бы тоже сказать следующее, как и обычно говорим. Когда тебя насилуют, кричи. Когда тебя приглашают в номер некие продюсеры, подумай, зачем он тебе там встречу назначил, а не где-нибудь в холле ресторана и так далее. А тут тоже много лет спустя вроде бы. Но ведь я понимаю, что можно, конечно, спецпрокурора назначить, чтобы он выяснил, какие нити связывают эту тару с кем-то из означенных тобой. Может быть, ей каких-то больших денег заплатили, может быть, еще что-то. То есть вдруг возникло, и в какой момент, судьбоносный момент, когда Джо на всех парах несется к креслу президента, а тут вот какая-то тара появляется, которая дискредитирует светлый образ, я бы сказал. Ну да, да, ну правильно. Конечно, там сейчас окажется, что она на самом деле скрытая республиканка. Вот, поэтому... Глубоко законспирированная. Да, и мама ее, которая это рассказывала тоже. Вот. И тут еще... А, насчет еще... Я забыл насчет про брифинги рассказать. Ведь на брифингах, ну, что-то в последнее время почему-то не было на нескольких докторах. Главный американский доктор — это Антони Фаучи, да? Он в какой-то момент сказал, что неплохо было бы, чтобы его, типа, сыграл Брэд Питт или кто-то там. Ну, говоря там о... Потому что понятно, что про этот кризис снимут потом тысячу фильмов. А, и он уже заказ сделал. Да, он высказался насчет Брэд Питта, но и Saturday Night Live тут же отличилось. Которое сейчас, кстати, они же не в студии снимают, они там по Zoom или почему-то. И Брэд Питт сыграл, вошел в образ в этот момент Антони Фаучи там. Смешно, наверное, было. Окей, ну-ну. Я не знаю, я в Saturday Night Live уже давно не смотрю, потому что они, их политические эти шуточки... Ну, это известно, да. Они тоже исключительно в одну сторону. Не, ну, кстати, я тоже справедливости ради, они иногда и в другую сторону тоже, но так, по-доброму. В другую сторону, они исключительно по-доброму. А, они так, да. Ну, понятно. Это мы знаем. Это мне что-то напоминает некий, знаешь, в той стране, откуда мы там. Есть такая передача КВН, у них тоже так это все очень... В какую сторону они очень мягкий юмор. У них, кстати, подводя к последним новостям, я хочу напомнить, что у них был, кстати, достаточно неплохой эпизод, когда с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером, когда Бен Стиллер был Майклом Коэном, бывшим там адвокатом Трампа, а Де Ниро был Бобом Мюллером. И они разыграли сцену из Meet the Parents, когда Боб Мюллер его... Когда Де Ниро его допрашивал на Бена Стиллера на детекторе и было... И очень было неплохо, в принципе, как бы, и достаточно забавно. А это я вспомнил, потому что вот Майкл Коэн и еще тот Майкл Авинати, о котором ты вспомнил тоже, их сейчас, они же оба сидели в тюрьме, отсиживали свои сроки за разные преступления. Один... Ну, они все экономические преступления, поэтому это все-таки тюрьма такая облегченного режима. Вот. Но их сейчас выпустили домой из-за коронавируса. Так что они сейчас на полусвободе. Они в домашней изоляции. Ну, не в самую я бы сказал изоляции. И убежать им все равно некуда. Ну, да, убежать они могут, но просто как бы пока не могут. Но сейчас наверное... Сейчас поезда не ходят. Вспоминания, да. Ну... Метро ходит. Метро? Ходит. Я имею в виду из страны сбежать. Вдруг захотят. Ну, знаешь, в тюрьме все-таки какие-то тоже ограничения более жесткие, чем сидя дома. Я не знаю, какие сейчас у нас тоже ограничения. Ты выходишь? Я, да, конечно. Вот я сегодня в офис приехал. Кстати говоря, наверное, им все-таки надели эти браслетики-то? Я не знаю, потому что новости показали, а фотографии я что-то не буду разглядывать. вот так, да. То есть дали информацию ограниченную. Мое любопытство более такое, вот, знаешь, я хотел бы видеть полную картину, а Венатий все-таки тоже был фигурой, которая доставила нам немало приятных минут. В смысле того, что всегда в наших диалогах присутствовала вишенка на торте и почему-то, как правило, этой вишенкой. Ну, сейчас все отложилось, его же там еще должны судить, по-моему, в Калифорнии, но пока все отложилось, так что еще до следующей вижу вишенки далеко. Миш, как говорится, лиха беда начала, то есть все понятно, это еще впереди. Кстати говоря, я надеюсь, что вот это применимо впереди еще к некоторым персонажам, о которых мы тоже, может быть, уже у нас пару минут есть, может, и ты про них скажешь, что же там их ждет. Ну, ты имеешь в виду генерала Флинна? Да. Ну, сейчас образовалась интересная ситуация. Генерал Флинн, я думаю, что все помнят, он был первым советником Трампа по национальной безопасности, потом его через три недели после назначения уволили, то есть после вступления Трампа в должность президента уволили, потому что вроде как он там разговаривал с Кисляком, с послом в Америке российским, и о чем-то не то. Потом долго-долго процесс над ним, его потом стали допрашивать, он попал в эту мюлеровскую банду, и над ним процесс долго-долго над ним шел, переносились, откладывались, переносились судебные разбирательства, и все кончилось тем, что наконец-то его нынешний адвокат Сидни Пауэлл добылось от того, что государство ему, что Минюст выдал наконец-то все документы, которые послужили основой для возбуждения против Флинна уголовного дела. И оказалось, что все эти документы это пшик. И главным виновником во всем этом деле оказался, по-моему, его зовут Ван Глюк, или что-то такое, один из адвокатов мюлеровских, который занимался русской сагой, и все дошло даже до того, что генерал Флинн наконец-то после трехлетнего молчания опять появился на Твиттере. То есть насколько, видимо, документы настолько ужасные, ну, как это назвать, с точки зрения мюлеровских людей, что... Ну, это белыми нитками шида, так вроде говорили. Ну, просто, когда есть доказательства, это гораздо легче доказывать, что это... Ну, естественно. Не, ну, там было же понятно, в общем-то, сразу, правда, видишь, нужны годы, чтобы доказать, что это все... все эти обвинения... Из меню, что выцарапать документы. Это же даже... Большая проблема, даже при том, что там министром сейчас является господин Барр. Ну, хорошо, у нас появилась возможность немножечко передохнуть. Пока послушайте важные и нужные объявления рекламные, и мы вернемся через несколько минут. Возвращаемся в радиоблог. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать ведущим вопрос, и они постараются на него ответить. 847-400-5200. Ну, а пока продолжаем. Да, Митя, значит, я напомню единственное, что со мной сегодня в эфире Михаил Герштейн из Нью-Джерси, ну, и заодно уж напомню о том, что в интернет-газете continentusa.com вы всегда найдете самые интересные, самые актуальные, самые классные, я бы сказал, материалы сегодняшней рассылки нашей в сегодняшнем обновлении. кстати, есть, ну, как это ни странно, продолжается тема коронавируса, и там один из материалов очень хорошую имел, скажем так, хороший отклик читательский, потому что очень много его прочло людей, и потом, и дополнительно в соцсети, такая Лана Финли, она наша соотечественница, и она описала и свой опыт болезни, и вот теперь достаточно любопытные вещи пишет, потому что действительно очень много происходит, разно чтений и каких-то вещей совершенно, с одной стороны, дикие пишут вещи, с другой стороны, вроде бы, правдоподобно смотрящиеся, но тоже далекие от реальности. В общем, почитайте, мне интересно будет знать ваше мнение. Хорошо, Миш, что еще происходит? Какие еще знаменательные события? Ну, знаменательных событий у нас, к сожалению, происходит мало, поскольку все, что происходит, тем или иным боком все-таки касается коронавируса, но самое знаменательное произошло, по идее, в пятницу, и сегодня продолжается, это открылся, частично открылся штат Джорджия, поэтому мы будем, конечно, смотреть, интересно, что насколько это будет стабильно, насколько у них ухудшится или не ухудшится ситуация в итоге, поскольку они открыли пока не все, они открыли те места, которые ну, парикмахерские, какие-то еще эти салоны для ногтей, еще чего-то, еще чего-то, то есть такие, где можно практически можно гарантировать шесть футов между людьми расстояния, но посмотрим, посмотрим, как это будет, и я еще слышал еще по буквально вчера, что в Техасе открылся тоже какие-то, где-то открыли какие-то рестораны, дайнеры, и туда, в общем, народ просто рванулся сразу толпами, толпами, соседей, видим в домах, и уже ассинь, а вот интересно, у меня к тебе вопрос есть, когда опять откроются туристические какие-то маршруты, сезоны и так далее, вот на те же корабли тоже толпами рванут, которые сейчас стоят на приколе, как ты думаешь? Ну, рванут, потому что, а как, это же стандартный вид отдыха, во-первых, конечно, все очень сильно зависит от того, смогут какие-то нормальные найти средства лечения этого вируса, вакцины, лекарства и тому подобное, и как быстро, потому что возникают то одни, то другие разговоры, то вот этот вот хлорексин, за который там Трампа тоже в свое время ругали, и потом вот второе название я уж совсем не помню, это компания Гляд, которая у вас в Чикаго, кстати, проводила испытания, но этот вирус такой настолько коварен и настолько мерзок, что у него есть несколько разновидностей, поэтому каждую из них, по-моему, нужно лечить разными способами, и к сожалению, опытная база тут большая для изучения, но пока не могут найти, и я думаю, что это еще займет какое-то время, потому что пока не будет вакцины, ну, во-первых, а во-вторых, получится все банально. Да, извини, у нас есть звонок, давай мы попробуем принять и продолжим потом эту тему. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. А я хочу спросить у вас, а как вы представляете себе расстояние 6 фит между парикмахером и клиентом, а? Как ему стричь клиента расстояние 6 фит? А вы знаете, есть такие специальные палочки, на которые насаживаются ножницы? Ходули. Ну, во-первых, парикмахер будет в перчатках и маске, поэтому имеется в виду, что если вдруг пришел там человек, допустим, без маски или что-то, хотя я думаю, что будут требовать, чтобы тоже маски были, ну, в парикмахерской трудности, например, побриться хочет или что-то, но в принципе, как бы, парикмахер будет защищен и в принципе, как бы, он все-таки стоит сзади в основном. Да, он стоит сзади, а клиент пришел соответствующий, как там расчехался, и вот тогда будет веселье всеобщее. То есть, все непросто, но с другой стороны с чего-то надо начинать. Я с тобой согласен, сейчас этот, вот на эти штаты, где начинаются послабления, конечно, будут смотреть все остальные, потому что ведь в общем-то теперь было сказано публично, пускай сами губернаторы наконец берут ответственность, как это и прописано в принципе Конституции, и следят, и чего-то делают, вместо того, чтобы в случае чего кивать постоянно на федеральное правительство. Они, кстати, пытались кивать и кончилось тем, что Митч Маккану, который не отличается особенной в принципе как консервативизм, у него кроме назначения судей нету. Он, в принципе, достаточно такой либеральный республиканец, хотя и из Кентакии, и денег он готов давать всем, сколько попросят, но тут все-таки даже он не выдержал, когда губернаторы стали жаловаться на свою тяжелую судьбу, он сказал, хотите, объявляйте банковство, я не против. Да, но в Иллинойсе это особо такая болезненная история, не будем об этом, уже говорилось, и там вообще цифры совершенно безумные. У Нью-Йорка так был дефицит большой, и они пытаются сейчас делать вид, что это из-за вируса, поэтому обязательно нужны... все предыдущие годы вирус готовился к этой атаке, а они готовились к тому, чтобы на него все свалить, все свое бездарное управление, ну понятно. Наш любимый, ну, Нэнси Пелоси с ее холодильником, это мы уже все знаем. Ну да, это уже, это уже, да, она, но она все мороженое еще не съела, но тем более уже, ну, может уже съела. Значит, поэтому... Я не проверял ее холодильник. Не показывали больше, но теперь ее переплюнул, причем далеко Адам Шиф. Вот, потому что... Этот переплюнет. Нет, он вот только что я прочитал, что он оказывается в его воспаленном мозгу, я не знаю, уж как, понимаешь, за такие вещи вообще надо отправлять в отставку, то есть, ну, при товарище Сталине там не было бы вообще никаких разговоров, а здесь надо отправлять в отставку, потому что это мразь, это сволочь, я не побоюсь этих слов. Вот. Он заявил, что потому что вот 50 тысяч человек, которые сейчас умерли, это все потому, что Трампу не объявили импичным. Вот. Вот его надо было устранить из области, тогда бы 50 тысяч человек. Миша, у нас есть звонок, может, как раз по этому поводу. Слушаем вас, добрый день. Добрый день. Миша, вот меня очень интересует, как вы это оцениваете, вот, деятельность Куоми в развитие вот этого положения, которое создалось в Нью-Йорке, это первый вопрос. И второе, он сейчас каждый день наступает. Как вы оценили, насколько содержательны его выступления, насколько они отвечают, так сказать, требованиям современности, и что он, как говорится, ставит вопрос о будущем, как это вы оцениваете. Вот интересно мне, пожалуйста. Спасибо вам за интересное вопрос. Я по телефону. Ну, с Куома ситуация такая, двоякая, потому что, как бы, сам, сам это создал, потому что он закрыл штат и город на, ну, на две недели позже, чем нужно. Ну, минимум на неделю, а может и на две. Потом он сейчас пытается, конечно, он каждый день выходит, пытается быть таким глашатым, рассказывает, достаточно говорит, надо сказать, говорит он достаточно логично, все-таки он же, по-моему, юрист по образованию, то есть говорить он умеет, и говорит неплохо, и, в общем, даже, как я уже говорил, он даже иногда говорит слова поддержки Трампа, то есть что отдает должное администрации Трампа. Но я не знаю, конечно, потому что, то есть те, кто видели, что происходит в Нью-Йорке, и знают, что, в общем, наполовину, вот, то есть, возможно, что, я не могу сказать, что это точно можно было бы, но если бы, например, эта изоляция, мы же не знаем, на самом деле, сколько уже было заражено людей, и сколько заразилось вот за ту неделю или две, когда он не закрыл город, и сколько могло бы заразиться. Вот, но если считать, что изоляция каким-то образом работает, то, конечно, вот, то, что мы видим в Нью-Йорке, это, конечно, на его совести, на его деблазию, но я должен сказать, что в данном случае, говоря о деблазию, что при всем его несимпатичности и бестолковости, он пытался закрыть город Нью-Йорк раньше, чем они закрыли его. Получили команду, Миша, извини, есть вопрос? Не дождался радиослушатель, перезвоните ему, давайте попробуем еще раз. Хорошо. Пожалуйста, вы в эфире. Сергей, здравствуйте, это еще раз Марк из Родайлэнда, можно задать Игорю и... Пожалуйста, задавайте. Вопрос. Пожалуйста. Большое спасибо за вашу передачу, Игорь. Пожалуйста. Недавно, вот эта пара секунд задарим Марка, Миша, по поводу Шифа была просто, просто замечательная. Хорошо. И по поводу Шифа была просто замечательная, потому что я читал, что сестра Сороса замужем за Шифа. Я бы не отъявил и отъявил недалеко не падает. Игорь, вам большое спасибо за континент, особенно за Алика Гомельского и Елену Пригову. Замечательная просто. Спасибо вам. Послушаю вас на радио. Читайте нас, слушайте нас. Все. Больше нечего сказать. Миш, видишь, Шифом, да, Шифом я уверен, тебя поддержит большинство слушателей нашего, потому что, ну вот действительно, более мерзопакостные фигуры, там просто трудно сыскать во всем Конгрессе. Есть, конечно, там несколько женщин, но у них своя песня там. У них оказалось единственное, кто проголосовал против, между прочим, вот этого пакета помощи. Это наша любимая Акация. Потому что уж почему она проголосовала против, никто не знает. Но она еще отличилась тем, что она незадолго до этого, когда нефть упала ниже Плинтуса, то есть она же как, там нефть тут можно было купить, и еще тебе за это доплачивали. Да. За майские фьючерсы, ну потому что нефть не торгуется, торгуется на фьючерсах, это такая сложная, ну такие выверты. Да, да, да. то она была отрицательная, она что-то упала чуть ли не до минус сорок. У нас есть звонок, кто-то еще меня пытается по скайпу, окей, давайте мы примем звонок, слушаем вас. Добрый день, спасибо большое за передачу. У меня такой вопрос, вот прошло сообщение, что Обама в свое время передал 3,7 миллионов Китаю на разработку вирусов или чего-то он передал. Как вы считаете, может быть какое-то расследование, почему, как, зачем это он сделал? И за чей счет, вернее, тоже? Не, ну за чей счет, понятно, за наш вот. Расследования, я думаю, никакого не будет, потому что, скажем так, если бы этот вирус из этой лаборатории не выплеснулся, то никто бы и об этих 4 миллионах ничего бы и не узнал, и вполне, и поскольку, насколько я понимаю, с этой лабораторией сотрудничали американские ученые, то ничего, в общем, сверхъестественного в этом нет. Сейчас, кстати, Китай, ты знаешь, что этот World Health Organization, которую сейчас Америка отказывает, Трамп отказывается платить, Китай взял эти долговые обязательства, которые в Америке были, ну как бы и бог с ним, но зато ее тут же переименовали в Уханьскую Health Organization. Это такой черный юмор, да? Ну, с другой стороны, кто девушку танцует, кто кормит, кто платит за нее. Они очень сыграли свою, они очень большую роль сыграли в этом все, к сожалению. Большую роль, да, у нас еще звонок, да, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. добрый день. Вот они показывают каждый день тысячи, тысячи людей умирают. На сегодняшний день это уже почти 56 тысяч умерло. А где, пардон, разблюдовка, кто от чего умер? Где видно от рака или от сердца или, ну, не знаю, от слома, от перелома руки и whatever. Где вот такая разблюдовка? Они дают такие суммы, пусть они сравнят с массовой смертностью в прошлом году, там, к первому мая. В Америке погибло, допустим, 50 тысяч, 150. Но они тоже не дают позиции, да, мы с этим сталкиваемся. Статистика, вещь интересная, и, к сожалению, когда вот идут такие эпидемии, очень трудно заниматься и смотреть подробно, что же произошло, во-первых. Во-вторых, к сожалению, человек умер, человек умер. Поэтому и в Италии, и, кстати, сейчас и в Нью-Йорке тоже, я не знаю, как в других штатах, вот, в некоторых других штатах, по-моему, тоже, они сейчас считают, что если человек умер и было подозрение даже на коронавирус, его относят к этой категории. Правильно или нет, это другое дело. Потом говорят, что если умер человек от сердца или от чего-то еще, но это было осложнение от коронавируса, это как считать, это коронавирусное смерть или не коронавирус? Часто очень так и получилось, что этот вирус просто способствовал тому, что человек от своей хроники раньше уходил. Тут надо еще сказать, что статистику сравнивать с другими годами тоже, к сожалению, бессмысленно, потому что сейчас, например, то есть, ну, смысл всегда есть, что-то сравнивать, что-то с чем-то сравнивать для анализов, но всегда, но получается, что сейчас здесь никто не ездит, и количество жертв аварий резко уменьшилось, количество... Не, ну Миш, вообще аварии сравнивать смерть от аварий с ездами, это безумие. Давай попробуем принять еще звонок. Добрый день, слушаем. Добрый день. Как говорится? Скажите, пожалуйста, вот человек умирает, и говорят, что он умер от канарвариса. Окей. Вопрос такой, если человек умер, вирус остается в нем или умирает с ним? Нет. Спасибо. Да, господин вирусолог, к вам вопрос поступил. Это кто-то сказал, что раньше мы, говорят, все были политологи, и говорят, куда все делись, теперь к одним вирусологи остались. Да, да. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я, в общем... Понятно, почему, можешь не объяснять. Да. Но то, что какие-то меры предосторожности там тоже принимаются, это однозначно. И то, что... Ну, я могу сказать, как же, я знаю, что иногда в некоторых местах определяли, умер человек от коронавируса или нет, по вскрытию, но это они просто изучали легкие, состояние легких или еще чего-то, но я не знаю, есть там живой он, там нет, это уж я... Да, тема... Вот ты затронул, кстати. Как ни крути, вот ты видишь, получается, что если, как говорится, топ-новости, не только новость, а тема крутится вокруг коронавируса, получается, все отодвинуто. Вот мы можем начать говорить о футболе и все равно придем к коронавирусу, потому что чемпионаты стран отменены, вот-вот-вот, нефти хотят возобновить, но без болельщиков это будет и так далее. То есть все равно придем сюда. Ну вот смотри, ты сказал про вакцины и прочее, сейчас же лучшие научные институты всего ведущих стран занимаются этим. Я сам публикую... Более того, сейчас вся силиконовая долина действительно потому что анализируют огромное количество данных, но просто вот отвечая, продолжая эту тему, которую затронул предыдущий слушатель, говоря о том, что о статистике. Статистике, к сожалению, не хватает информации. Не хватает информации и чем больше информации есть, тем больше, конечно, тем легче будет эту вакцину разработать. К счастью, как это, к сожалению, к счастью, одновременно сейчас есть на ком экспериментировать. Но потому что это поле не пахнет, потому что сейчас очень много... Им достаточно, по-моему, 300 или 400 этих тест-кейсов, чтобы что-то проверить, а, к сожалению, гораздо больше у нас сейчас. Да, тестов. Ну, с другой стороны, звучит иногда обывательское, в том числе. Я вот задумываюсь о том, скажем, вакцины есть против, ну, обычного гриппа, но я очень много людей знаю, которые, в отличие от меня, допустим, все время себе делают укольчики каждый год и при этом благополучно болеют тем же гриппом, то есть, как бы... вакцины тоже отстают обычно, то есть, там иногда угадывают, иногда не угадывают. Все правильно, угадать тяжело, а вот я угадал, что у нас еще один звонок есть. Слушай. Алло? Да, да, говорите. Я хочу записаться, выступить в следующей вашей передаче. Я хочу записаться на следующей передаче выступить. Записаться, выступить в следующей передаче, пожалуйста, это вы имеете в виду когда мы будем с Ларисой. Алло? Да. Здравствуйте. А вот этот вирус, во-первых, он мутирует очень сильно. Это первое. А второе, вот во многих странах, ну, в Китае, в Италии, по второму разу люди, как бы, снова заболевали. То есть, как бы, не образуется иммунитет от этого вируса. Поэтому, какой смысл вакцинации? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Я могу. Спасибо за вопрос, господин вирусолог. Вам опять вопрос. Во-первых, опять-таки, данные противоречивые, неизвестные. То, что вот я слышал, это то, что, например, совсем не обязательно, что они второй раз заболели. Это возможно, что они недолечились. Поэтому, а то, что мутирует, да, они все мутируют. И, как сейчас считается, что у нас три разновидности этого коронавируса ходят. Одна китайская, одна какая-то там итальянская и одна еще какая-то. Поэтому, и они все чуть-чуть по-разному себя ведут. Но, в общем, вирусы всегда мутируют. И поэтому, как вот ты сказал насчет вакцины от гриппа, ровно поэтому же. Потому, что он хоть и не грипп, но вирус, он вирус и есть. Да, это его основное свойство. Единственное, что в Индии он смутировал куда-то в удачную сторону. Он так смутировал, что ему стало гораздо труднее присоединяться к белку в человеческом. Да. Поэтому, вот такие мутации нам нужны. Можно, конечно, предположить чего-то, но тут за такие предположения нас по головке не погладят. Ты знаешь, что некоторые предположения относительно, какие народы не берет, расы там и так далее или наоборот берет. Вот это мне нравится больше всего, когда начинают рассказывать такого рода делать предположения. Ну, на самом деле, действительно, сейчас происходит следующее. Тема эта просто нескончаема. И мы даже, видишь, сегодня, вопреки своему обыкновению, ничего не сказали о том, ну, мы называли Байдена, мы называли, естественно, президента Трампа, но мы про выборы даже слова не сказали. То есть... Отменяют, отменяют, отменяют. Вон, в Нью-Йорке отменили праймарис в июне. Поэтому шансов, что Аказия Кортес проиграет на праймарис уже нету. Не, ну, Аказия, это теперь как же... Без нее конгресс уже не конгресс. Это неизвестно, потому что говорят, что по результатам переписи в Нью-Йорке там потеряет пару мест. И как раз одно из них это округ Аказии. Вот так. Ну, ничего, такую девушку не оставят без дела, ее подберут, нужное место найдут ей, если вдруг поочечание. Ну, хорошо, давайте так сделаем, что уже мы о выборах поговорим тогда, когда это будет более актуально, чем в данную минуту, а сейчас я могу лишь сказать, что берегите себя, дорогие слушатели, будьте здоровы, тебе, Миша, тоже самое, и до новых встреч. Реклама Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин